ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России отзываются почти 4 тысячи Тайота Лэнд Крузер 300 и Лексус ЛХ, проданные дилерами с июля прошлого года. Со списком ВИН-кодов можно ознакомиться на сайте Росстандарта. По данным ведомства, у автомобилей может быть нарушена работоспособность системы курсовой устойчивости. Для решения проблемы необходимо перепрограммировать блок управления тормозной системой. Официальные цены на Лэнд Крузер последнего поколения сейчас начинаются от 7 миллионов 278 тысяч. Лексус ЛХ от 10 с лишним миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Идея о том, что в российских школах надо внедрять изучение ПДД, получила неожиданную трансформацию. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД заявили, что школьники должны обучаться передвижению на электрических самокатах. Проблема лишь в том, где найти часы для такой подготовки. Вопрос надо решать на государственном уровне, считают в ведомстве. Добавлю, этим летом в России было уже несколько смертельных ДТП с участием электросамокатов. В начале июля в Петербурге 54-летний мужчина получил смертельные травмы, упав с электрического самоката на асфальт. ТРАССА СТО ОДИН В первой половине этого года количество купленных россиянами новых легковых авто в сравнении с тем же периодом 2021-го сократилось почти на 60%. По информации агентства Автостад, средняя стоимость машины без пробега к концу весны составила 2 миллиона 380 тысяч рублей. Максимум 2 миллиона 807 тысяч был зафиксирован в марте. Лидером продаж по итогам первых шести месяцев 2022-го стала Лада Гранта. На второй строчке оказалась Лада Веста, на третий Киа Рио. Кореец отстал от Весты всего на 500 экземпляров. ТРАССА СТО ОДИН Компания Great Wall подтвердила скорое появление на российском рынке внедорожников танк. Ранее автопроизводитель запатентовал у нас танки с индексами 300 и 500. Последний представляет собой китайский аналог Toyota Land Cruiser 300. Рамный автомобиль с количеством мест 5 либо 7 комплектуется шестицилиндровым, трехлитровым, бензиновым, битурбированным мотором мощностью 354 лошадиные силы. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. О стоимости новинок пока информации нет. ТРАССА СТО ОДИН В Китае впервые на электромобиль начали давать пожизненную гарантию. Кроссовер Hank Chi 5 стоит в пересчете на рублей 1 миллион 700 тысяч. Гарантия распространяется на все детали зеленого автомобиля, включая аккумуляторную батарею и электромотор мощностью 204 лошадиные силы. Кроме того, автовладелец бесплатно получает домашнюю зарядную станцию и доступ к сервису помощь на дороге. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН